Как вы думаете, сколько длится самая долгая в мире песня? Один час? Десять часов? Сутки? Может, неделю? Песня группы Bull of Heaven под названием The Choosen Priced and Apostle of Infinite Space длится два месяца и тринадцать часов. Впечатляет? Что ж, это не самая долгая песня. На самом деле, самая длинная песня звучит прямо сейчас, в церкви Святого Буркарде в Германии. Это произведение американского композитора и философа Джона Кейджа, которого вы, скорее всего, знаете благодаря кусочку искусства под названием 4.33. Самая же долгая песня в мире носит имя As Slow Is Possible, что в переводе на русский так медленно, как только возможно. Она была написана для исполнения на органе. Продолжительность ее исполнения составляет 4 минуты. Нет, я не пытаюсь вас обмануть. Просто это еще не вся ее история. As Slow Is Possible была написана в 1985 году для конкурса университета Мэрилэнда. Партитура произведения заняла 8 страниц. Она состояла из 8 частей, одна из которых должна была пропускаться исполнителем, а любая другая должна быть повторена дважды. Порядок исполнения частей должен был сохраняться, но повторяемая часть могла быть исполнена где угодно. Темп исполнения не определялся. Кейдж написал произведение в подобном формате, чтобы быть уверенным, что каждое исполнение этой пьесы не будет похоже на предыдущее, а будет уникально. Поскольку темп из Slow Is Possible от Кейджем не определялся, а лишь был рекомендован к исполнению настолько медленно, как только возможно, участникам органного симпозиума в Троссингене пришла в голову идея. Почему бы не последовать рекомендации композитора и не исполнять эту песню действительно так долго, как только возможно? Для исполнения произведения был построен специальный орган с небольшим числом труб, которые дополняются или заменяются по мере необходимости при переходе от аккорда к аккорду. Воздух нагнетается мехами, приводимыми в движение посетителями и электровентилятором. На случай отключения энергии установлены солнечные батареи и резервный генератор. Исполнение началось 5 сентября 2001 года, после музыкальной паузы, которая длилась, внимание, 17 месяцев. Поняли, к чему все идет? Это произведение, сыгранное так медленно, как только возможно, будет звучать в стенах этой церкви немыслимых 639 лет. Первая нота композиции прозвучала только в 2003. Она сменилась 5 января 2006. На момент 2019 произошло уже 12 смен. Следующая смена произойдет 5 сентября 2020 года. И так будет продолжаться 639 лет. Многие люди собираются в церкви, чтобы услышать, как происходит очередная смена ноты раз в несколько лет. Но я вас огорчу. As Lois Possible не самая долгая в мире песня. Удивительно, но существует песня, которая будет длиться больше 639 лет. И она также звучит прямо сейчас. Эта композиция начала звучать в самый первый день нового тысячелетия, 1 января 2000 года. Это произведение называется Long Player, и его написал британский композитор Джейм Финнер. Long Player основан на существующем музыкальном произведении, которое длится 20 минут и 20 секунд. Оно играется на одном инструменте, состоящем из 234 тибетских поющих чаш и гонгов разных размеров. Запись этой композиции обрабатывается компьютером с использованием простого алгоритма. Она написана как самогенерирующая компьютерная программа. Части первоначальной композиции играются в разных тембрах, с разным темпом, высотой звучания и в разном порядке. Это дает огромное количество вариаций. И эти вариации звучат прямо сейчас, без каких-либо повторений, и будут звучать еще очень долго, пока количество возможных вариаций и сочетаний звуков не иссякнет. Что ж, знаете, когда человечество услышит последнюю ноту этой композиции? 31 декабря 1999 года. Она длится ровно одну тысячу лет. Знаете, что произойдет после того, как прозвучит последняя нота композиции? 31 декабря 1999 года. Она начнется сначала. А сейчас... Убери ребенка от экрана, мать твою. ...тому что дальше начнется чистое безумие. Что если я скажу вам, что тысячелетняя лонгплеер по длительности даже рядом не валялась с другой композицией, которую написала всю та же группа, о которой я упомянул в начале видео. Bull of Heaven. И она носит гордое имя... Вот такое. Этот трек разделен на множество кусочков. Его можно скачать на компьютер архивом, который весит всего 467 килобайт. Но в нем вы найдете еще архив, а там еще архив и еще архив, пока не дойдете до архивов, которые содержат в себе тысячу архивов, по тысяче архивов в каждом. В этой тысяче, еще тысяча архивов и еще тысяча архивов. Архивы... Это займет у вас немало времени. И тогда вы дойдете до тысячи архивов, по тысяче mp3 файлов продолжительностью около 30 часов. И там вы найдете примерно это. Об этом музыкальном ищаде Ада очень мало информации. И черт возьми, я не знаю, как они это сделали. Но полная продолжительность этого трека составляет 3,343 тысячных квиндециллиона лет. Хотите представить, сколько это? Это число выглядит вот так. Столько длится этот трек. Хочу просто напомнить, что вся наша вселенная существует всего лишь вот столько. Ну а пока твой мозг пытается все это осознать, подпишись на канал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok